В республиканской столице в рамках национальных проектов «Жилье. Комфортная городская среда» и партийного проекта «Единая Россия. Городская среда» продолжается реконструкция придомовых территорий. На сегодняшний день практически готовы к сдаче все девять запланированных объектов. А накануне составился промежуточный выезд комиссии на реконструируемые дворы с тем, чтобы определить оставшиеся еще недостатки. Мадина Каракетова продолжит. Шестилетний Амир Балкаров, приехавший в черкесской столице России, любит проводить время во дворе дома. С недавних пор он заметно преобразился. Нравится горка и песочница, и качелька нравится. Ну вообще тут у вас красиво, как ты думаешь? Я думаю, что когда только что приехал, мне было уже понятно, что это новый двор поставили, сделали. А я помню, как раньше все было. А как было раньше? Не было горок, не было песочницы, не было таких качелек, ни одной. Только были у нас все качельки, и то там одна сломанная была. Нас очень нравится площадка. Супер! У нас были качели наполовину сломанные, наполовину все ржавый асфальт, весь в камнях. Качели скрипели, ни одной горки не было. Теперь здесь красиво, мне нравится. Баскетбольную площадку сделали, сетку привезли. Мне нравится. Негде футбол было играть, они там, а на чужом газоне играли. Когда мячи пробивалось, там с помощью шипов, нас выгоняли оттуда, загнались. Скучно было там играть даже. Мало людей гуляло, сейчас так много стало. Двор по адресу Некрасова 5 был одним из самых неблагоустроенных в Черкесске, пока не попал в список территорий, подлежащих реконструкции по партийной программе «Единая Россия. Городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Как и дворовая территория, домов 36, 40 и 41 на улице космонавтов. И здесь счастливые дети спешат поделиться своей радостью. Мне очень нравится, тут очень весело, особенно на этой качели качающей. А мне нравится кататься на горке, она очень удобная и красивая. Ничего не было. Только песочница. И земля, и дерево много было. И машин очень много было. У машин теперь своих места появились. Мне тут очень нравится то, что тут машины не могут заезжать. И нравится, где детям можно поиграть. Тут я могу следить еще и за братьями. Мы все вечером собираемся и играем. Нам очень весело. Мне очень тут нравится вся площадка, особенно у тех качели, которые без спинки. Они очень крутые. И моей сестреньке тоже нравится. Мы каждый вечер тут собираемся. Тут очень много детей. Фатиста! Такой же шквал эмоций у детей и в остальных семи дворах города, сдача которых запланирована на 20 августа. Комиссия, состоящая из представителей Народного собрания Карачаева-Черкесии, Думы Черкеска, общественных советов и ЖКХ, перед сдачей еще раз решили проинспектировать ход работ, чтобы не осталось недоделок. Есть мелкие детали, мелкие замечания. Выезды в разные дворы показывает немножечко разный подход, несмотря на то, что вроде бы одно муниципальное образование, но все-таки наблюдается разный подход подрядчиков к благоустройству. Мы, наверное, выработаем какие-то свои пожелания и замечания имеющиеся у нас. Они, может быть, небольшие, но значимые для жителей. В целом, люди, конечно, очень довольны преображающемуся городу. Жители близлежащих домов высказали свои пожелания, которые были услышаны комиссией. По словам Шахима Казановых, главного специалиста отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ Черкеска, обязательно будут учтены. Есть определенный перечень работ, которые необходимо сделать при благоустройстве. Это у нас установка освещения, детская игровая площадка, сквозные проезды, тротуары и установка лавочек ОРН. То есть основной перечень работ, которые мы должны в каждом дворе выполнить. Это минимальный перечень. В этом году во всех дворах все виды работ были выполнены. И, что немаловажно и было верно подмечено, детьми во дворах решен извечно проблемный вопрос с парковкой автомобилей. Правда, по словам Шахима Казанова, находятся недовольны и этим. Но в любом вопросе необходимо находить компромисс. В этом году, по словам представителей комиссии, реконструкции охвачены дворовые территории 22 многоэтажных домов Черкеска. В последующие годы такие же преобразования будут практически везде. Заявки от горожан продолжают поступать. Программа у нас действует до 2024 года. Но мы знаем, что по поручению президента страны некоторые национальные проекты будут пролонгированы до 2030 года. Мы очень надеемся, что эта программа будет одной из тех, которая получит свое продолжение. Партия «Единая Россия», по словам депутата парламента Карачаева Черкесии Фатимы Кардановой, в свою очередь, будет ходатайствовать о продолжении программы по благоустройству дворовых территорий. Поскольку комфортный и красивый город, счастливые дети и довольные условиями жизни и досуга взрослые – это один из приоритетов государственной политики. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков, Павел Ашмарин, Вести Карачаева, Черкесия.